Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Дауир, фамилия моя Шакержан. Особое приветствие за подписчикам моего канала на YouTube. Продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. Есть такое слово, как эволюция. Оно известно во всем мире. Но что же вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин эволюции? Итак, эволюция. Все находится в состоянии эволюции. Ребенок рождается беспомощным младенцем и постепенно превращается во взрослого человека. Дети ходят в школу, и их эволюция состоит в том, что они переходят из класса в класс. Нужно отметить, однако, что в процессе земной эволюции люди превращаются в ангелов не чаще, чем животные становятся людьми. Все должно эволюционировать в соответствии с законами развития Вселенной и тенденциями того конкретного вида, к которому относится живое существо. Развитие человечества происходило в течение многих миллионов лет. Сверившись с хрониками Акаши, ты можешь заметить, что первой формой человека был шар. Не совсем твердый, но и не вполне газообразный. Это было нечто напоминающее студень сомнительного вида. Он имел лишь один глаз, не обладал разумом и действовал почти так же, как автомат. Так выглядел человек на первом этапе своего развития. На втором этапе у человека шара появились наружные придатки. Кроме того, он начал проявлять черты умственной деятельности, напоминая своим развитием современных обезьян. На третьем этапе произошло разделение шаров или сфер на две категории. Таким образом образовалось два пола – мужской и женский. Возможно, вы заинтересуетесь различными этапами. Первыми, о которых следует упомянуть, были представители расы людей из Лемурии. Да, Лемурия действительно существовала. Ее жители обладали инстинктами и страстями. Однако у них отсутствовали многие высшие эмоции, в частности стремление к духовным занятиям. Земля в те дни все еще находилась в стадии развития. Огромные языки пламени вырывались из ее недр. Из ее недр происходили землетрясения. И материк Лемурия скорее опустился и стал морским дном. После Лемурийской расы наступила эра расы атлантов. Атланты были более развитыми, чем лемурийцы, поскольку у них уже проявились высшие эмоции, которые они пытались развивать. Они эволюционировали также в направлении более совершенного разума. Старались развивать науки и, как это ни печально, тысячи и тысячи лет назад создали атомную бомбу. Атомная бомба взорвалась и Земля, называемая Атлантидой, скрылась в волнах. Живых остались лишь те атланты, которые находились в удаленных районах. На некоторых из уцелевших детей воздействовала радиация, в результате чего возникли мутации, приведшие к возникновению расы ариев. Арийская раса характеризуется склонностью ума к конкретности, а не к духовности. Действительно, старание заставить этих людей в мысли духовно напоминает попытки разбить бетон. Шестая раса более склонна к абстрактному мышлению, и поэтому в эпоху Водолея, в которую мы сейчас вступаем, происходит эволюция в направлении духовного разума. Пройдя через этот этап, мы будем обладать способностями, которые обеспечат наступление эры седьмой расы. На Земле уже есть некоторые представители этой расы. Их не так много, однако вполне достаточно для того, чтобы они послужили зародышем или ядром, вокруг которого будет происходить развитие. В конце концов, седьмая раса достигнет положения лидера в Солнечной системе. Таким образом, эволюция – это то, что позволяет людям или другим видам развиваться и прогрессировать. Здесь автор позволил себе каламбур. В английском языке слово «концерт» имеет значение «конкретный» и «бетонный». Вот такое примечание переводчика. Вот какой смысл вкладывают деятели восточной эзотерики в понимание этого термина «эволюция». Естественно, нам, конечно, это тоже интересно знать. На этом до свидания. До новых встреч.